Два часа бились за жизнь, сибирские врачи оживили замешива мужчину. Удивительную историю спасения пожилого мужчины рассказали в Красноярской краевой клинической больнице. Его привезли в приемное отделение 22 апреля без сознания в состоянии сильного переохлаждения, с ссадинами на лице. Пациент был найден на территории предприятия во время утреннего обхода охранником. Как рассказывает реаниматолог Дмитрий Мецуков, пациент уже был ледяной на ощупь, на лице не таяли снежинки, периферический пульс не прощупывался, а аускультативно прослушивались глухие тоны сердца. Можно предположить, что он уснул в состоянии сильного алкогольного опьянения, но запах алкоголя мы не чувствовали. Кроме того, в критическом состоянии практически у всех людей происходит непроизвольное мочеиспускание. Но у этого человека моча замерзла в брюках, и пахла от него только заснеженной русской равниной, пояснил доктор. По словам медсостры Ирины Рымша, невозможно было представить, что мужчина выживет, но медики все равно делали все необходимое. Они перевели его на ИВЛ, обеспечили венозный доступ, вводили растворы, отогревали тепловой пушкой, и когда температура немного повысилась, у него произошла фибрилляция желудочков. Это было ожидаемо, через сердце пациента пошла застоявшаяся кровь с периферии и произошел сбой сердечного ритма. Мышечные волокна сердца при фибрилляции трепещут, сокращаются хаотично. Фибрилляция – остановка кровообращения, состояние, которое очень быстро ведет к гибели пациента, пояснила Ирина Рымша. Врачи проводили прямой массаж сердца и дефибрилляцию. Был приглашен еще один реаниматолог Дмитрий Кривков, потому что справиться с длительной реанимацией невозможно. Если здоровый человек получит удар током напряжения 5000 В, он может умереть, но остановившееся сердце завести дефибрилляцией невозможно. Мощный удар может сработать только на трепещущем, готовом замолчать сердце. Ток не перезапускает сердце, а перезагружает его. В случае с привезенным пациентом задача уже оказалась невыполнимой, через 15 минут мероприятия появился нитевидный пульс. Но сердце категорически отказывалось работать. Ритм после удара током восстанавливался всего несколько секунд, затем снова наступала фибрилляция. Мы знали, что к пациентам с тяжелой гипотермией классические правила оказания реанимационной помощи не применяются, говорит Дмитрий Кривков. Мы были готовы работать дольше положенных 30 минут, но сердце пациента ритм не удерживало. Шел вторая часть реанимационных мероприятий, но мы не могли отступить, продолжает Дмитрий Митсуков. Во-первых, мы обязаны были бороться до конца, а во-вторых, анализы пациента давали надежду на благоприятный исход. Врачи работали почти 2 часа. Больной перенес 24 разряда дефибриллятора, каждый разряд – 360 джоулей. Постепенно периоды нормального ритма сердца стали удлиняться, но реаниматологи все равно не верили, что получится запустить сердце настолько замершего человека. И только когда промежуток между ударами дефибриллятора возрос до 5 минут, невозможное стало реальным. Через 120 минут реанимационных мероприятий сердце мужчины стало наращивать темпы. Пациент порозовел и потеплел. Правда, было неясно, насколько сохранен мозг, так как он не реагировал на внешние раздражители. Никаких активных движений не было, зрачки были расширены. Героическая бригада реаниматологов еще не знала, что всего через сутки пациент заговорит и даже прочитает врачам стихи. Пациента зовут Владимир Яковлевич. Ему 55 лет, он работал на стройке в Солнечном и накануне выпил, но не помнит, как заснул на холодной земле. Как только личность мужчины подтвердится, его выпишут. Но уже вчера, 29 апреля, его состояние оценили как удовлетворительное. В больнице рассказывают, что это эксклюзивная клиническая ситуация, как пример невероятных резервов человеческого организма и как еще одно доказательство. За жизнь больного врачи должны бороться до конца. И ее опишут в научной статье. Продолжение следует...